Привет всем! Для кого молодежка тоже национальная сборная. С вами Кристина Козел и программа Козел про футбол. Сегодня мы в Борисове, где в рамках квалификации на молодежное Евро-2015 встречаются сборные Белоруссии и Армении. Сборная Белоруссии и Армении имеют в активе по три очка. Через 90 минут определится, кто станет хозяином подвала до весны. Стартовый состав сборной Белоруссии довольно предсказуем. Однако необычно видеть на правом фланге Антона Шрамченко. Медднепри он обычно действует на левом. Неудачное начало для белорусов. Уже на девятой минуте армяне повели в счете. Василючек неудачно играет на выходе, а Клопотский не успевает вынести мяч после удара армянского нападающего. Кавалевич быстро среагировал на сложившуюся ситуацию и отправил разминаться Сыгневича. Неспешную игру мы пока наблюдаем. Много возни в центре поля, однако белорусы чаще подходят к воротам соперника. Пострадал в стыке Антон Шрамченко. Врачи уже пять минут оказывают ему помощь у Бровки, а Ковалевич тем временем заменяет его на Ковалева. Второй опасный момент у армян. Но на этот раз пронесло. Гола не случилось. Зрителей на городском предсказуемо немного. Оно и понятно. Погода холодная, афиша у матча далеко не самая привлекательная. Спасибо тем, кто пришел. Поддержка ощущается. Однако белорусским болельщикам стоит поучиться у армянских. Их всего какой-то десяток, однако местами умудряются перекриковать наших. Первый тайм завершен. Гости ведут 1-0. Идем делиться впечатлениями. Давид, поделись впечатлениями от первого тайма. Ну, я сперва скажу, что очень рад, что наша команда выигрывает наконец после неудачных серий. Ну, матч, правда, тяжелый. У вас тоже очень хорошая команда. Очень опасные стандарты в исполнении ваших команд. Но я вот надеюсь, что матч так и продолжится в нашу пользу. Сегодня на восточной трибуне немало армянских болельщиков. Они с вами приехали из Армении или это местные? Не, не с нами приехали. Ну, есть тут армяне, что живут в основном в Минске. Ну, и в Борисове тоже. Ну, как знаете, у нас даже вот игрок-национальки есть. Ваден Заваян. Это, кстати, был мой следующий вопрос. Ты как менеджер национальных сборных команд наверняка знаешь, Заваян интересуется у вас в Армении как игроком основного состава или? Ну, вот-вот, уже почти год он как бы не вызывается, но, конечно, он остается вот кандидатом национальной сборной. Второй тайм стартовал. У белорусов есть еще 45 минут, чтобы изменить ход матча в свою пользу. После перерыва инициатива безраздельно принадлежит белорусам. Кстати, выход Николая Сигневича состоялся. Он заменил Артура Бомбеля. Штрафной у армянских ворот. Быков пробил плотно, но не точно. Пытался Клопотский дотянуться до мяча, однако армянский голкипер был быстрее. Десять минут до конца встречи. Страсти накаляются. На нашей скамейке запасных беспокойно. Игорь Ковалевич не присаживается ни на секунду. Супер момент у Павла Савицкого. Однако удар пришелся аккурат в руки армянского воротаря. Считанные минуты до конца встречи. Белорусы наседают, однако все безрезультатно. Матч завершен. Белорусы терпят пятое поражение в этом отборочном цикле и первое под руководством Игоря Ковалевича. Пойдем попытаемся раздобыть комментарии. Игорь Николаевич, можно? Арсен, поделитесь впечатлениями от игры. Ну, я думаю, игра была тяжелой для обеих команд сегодня. Нам, в принципе, удалось реализовать один из немногих моментов матча. Потом отошли в оборону, закрылись, удержали все. То, что вы ожидали от сборной Беларуси, то и было? Или были какие-то удивительные моменты? Нет, в принципе, не было. Мы знали, что команда эта более физически мощная, чем мы. То есть стандарты будут опасные. Так и вышло сегодня. Но, слава богу, мы смогли удержать ворота сегодня на нуле. Во втором тайме у вас было больше работы. Так показалось со стороны. Так ли это было на самом деле? Не, я не думаю. В принципе, в первом-втором тайме одинаковое давление и моменты были и в первом тайме, и во втором. Просто, ну, я думаю, так было, с второй ровно. Что для вас значит эта победа? Ну, это хорошая победа в моральном плане. Мы уже не претендуем на выход. Плюс у нас ребята играют, которые будут играть в следующий цикл. Для них это хороший опыт. Я думаю, вот эта победа им даст позитивные эмоции в будущем на следующий цикл. За комментариями по итогам встречи мы обратились к корреспонденту агентства теленовостей Павлу Капуцкому. Паша? Наши молодежки, наверное, уже свое отыграли, грубо говоря. Ну, на самом деле, они нас много лет радовали. Не такая мы футбольная страна, чтобы постоянно выигрывать. Прям не давать маху никогда. Ну, а что, на твой взгляд, сегодня не хватило Беларусам? Нам не хватило, наверное, того, чего не хватило во всех предыдущих матчах, которые мы проиграли в этом цикле. Ну, у нас это просто не такая сильная команда, чтобы всех обыгрывать. Если раньше у нас там был характер, где-то командный дух, то тут чего-то немножко не хватает и все. К сожалению, незавидная доля зимовки на последнем месте в группе выпала нашей сборной. Что ж, на ошибках учатся. С вами была Кристина Козел, программа «Козел про футбол». Смотрите нас, ставьте лайки и встречаемся в ближайшие выходные на матче 31-го тура национального первенства. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!